Седьмой айфон в подарок от БК Марафон. Регистрируйся, используй промокод 2017, делай ставки и выигрывай. БК Марафон. Больше ставок, больше шансов. Самая большая страна мира в этом году неожиданно осталась без главного противостояния планеты. Официально L-классику в России было посмотреть просто невозможно, даже за деньги. И это один из главных провалов российского спортивного телевидения. А чем огорчали футболисты и команды, которые должны были всех разрывать? Это наш традиционный топ-10 главных футбольных провалов 2016. Фууу. Десятый Юрий Ладыгин. Абсолютно провальный год для Галтипера. По оценкам Трансфермаркт, Юрий потерял больше всех российских игроков трансферной стоимости. За год регрессировать от главного сменщика Тинфеева в сборной, выстающегося в запасе вратаря Зенита, это необъяснимо. И ведь не было травм, Юрий не постарел, просто начал ужасно стоять в воротах. И совершил за сезон больше ошибок, чем за всю предыдущую карьеру. Иногда его фейлы были просто неповторимы. Из-за чего вратарь даже дрался в раздевалке с офигевшим от таких ошибок дзюбой. В итоге руководство Зенита купило зимой Лунёва. И возможно Ладыгин вообще превратится в третьего вратаря питерцев. Но это мы узнаем уже в новом году. Предыдущий Юрий судорожно пытается стереть с помощью клавиши Delete. На девятой строчке селекция Барселоны. Каталонцам полтора года было нельзя регистрировать новичков. И два их последних трансферных окна можно сравнить с фильмом «Дорвались». Синегранатовые решили скупать все подряд и за любые деньги. Как девушка, соскучившаяся по шоппингу, скупившая все платья в отделе, а придя домой понявшая, что размер не ее, а чеки уже утеряны. Андре Гомеш, Пако Алькасар, Денис Суарес, Умтити, Динь, Орда Туран и Алиеш Видаль. За последний год Барса потратила на трансферы 175 миллионов евро. А по-настоящему заиграл пока только Умтити. Ну и Динь временами. Скажете, нужно время на адаптацию? Но когда футболистов покупают за такие огромные деньги, они должны быть готовы сразу вписаться в основу. По факту большинство игроков не подходят Барселоне в принципе. И именно крайне неудачная трансферная кампания стала одной из причин спада каталонцев. Мы все ругаем МЮ за Пагба, но он хоть в основе выходит постоянно и является стержневым игроком. А эти ребята толком в состав попасть не могут. На 175 миллионов. Восьмые. Экс-игроки московского Динамо. Возникает ощущение, что покупка крутого футболиста бело-голубыми это клеймо на всю карьеру. Помните, скольких игроков москвичи покупали за огромные деньги на пике карьеры? И после командировки в Динамо футболистов будто подменяли. Это началось еще во времена Федорчева. В этом же году наиболее показательные истории Бютнера, бывшего игрока МЮ, которому даже не давали играть в ФНЛ, и отпустили бесплатно. Он сейчас без клуба в 27 лет. Христофер Асамба совсем недавно КПР покупал за 15 миллионов евро, а сейчас он безвылазно сидит на лавке в Панатяной Косе, куда ушел бесплатно. Даже русский голтипер Габулов сейчас без клуба. Казалось бы, паспортист и экс-игрок сборной. Погребняк, Денисов, Джуджак. На плаву остались единицы. Седьмой. Джо Харт. Последние 6 лет Джо был главным английским голтипером. И если бы у него была возможность, он бы с удовольствием стер прошедший год из своей жизни. Все началось с нескольких глупых ошибок за Монсити времен Пелегрини. Продолжилось на Евро, где Джо стал худшим вратарем турнира, а закончилось приходом в Сити Гвардиолы, который и вовсе выставил Харта из клуба. И тот ушел в Торино. Вы прикиньте, в Торино. Фактически все проблемы Харта прежде всего в психологическом состоянии, которое крайне важно для вратаря. Джо потерял уверенность. Но ему всего 29 и очень хочется верить, что он еще сможет перезапустить карьеру. Шестая защита ЦСКА и лично Леонид Викторович Слуцкий. Если прошлый год для коуча был триумфальным, то этот стал одним из худших в карьере. Полнейший провал на Евро со сборной, в том числе из-за собственных неоднозначных решений, а потом и уход из ЦСКА. Хотя еще весной Леонид Викторович приводил армейцев к чемпионству, но дальше все пошло как нельзя хуже. Во многом проблемы красно-синих связаны со все-таки постаревшей защитой, чьи ошибки были особенно заметны в Лиде чемпионов. Оборона армейцев временами превращалась в решето. Как итог, стабильное последнее место в группе и вечный рекорд от Тинфеева. Старение Игнашевича и Березуцкого похоже на старение Видича и Фердинанда, которые за один сезон превратились из лучших центрбэков мира в постоянно ошибающихся. Слуцкому же еще помешала сборная, на которую он израсходовал слишком много сил и эмоций. Некоторые игроки его даже не слушались. В общем, несмотря на весеннее чемпионство, вряд ли Леонид Викторович захочет вспоминать этот год. Пятерку худших открывает Марио Диоце. Немцу летом только исполнилось 24. Недавно был главной немецкой футбольной надеждой, забивал решающий мяч в финале чемпионата мира и переходил в Баварию. А сейчас превратился в какую-то посредственность. В 19 лет он играл заметно лучше и креативнее, чем сейчас. Тогда входил в символическую сборную Бундеслиги по итогам сезона. А сейчас даже в родной Баруси он, конечно, регулярно играет, но вообще не тащит. И как придать карьере Диоце новый импульс, не понимает даже Томас Тухель. Четвертый украинский Днепр. Полтора года назад команда выносила Наполи и играла в финале Лиги Европы. А сейчас с трудом сводят концы с концами, чтобы сохранить место в украинской премьер-лиге. Параллельно еще и получая очковые штрафы за финансовые задолженности. Владелец Днепра олигарх Игорь Коломойский попросту развалил команду, бесплатно распустив почти всех игроков. Но ведь если есть проблемы с финансами, можно было поступить умнее, как хотя бы в том же Анджи, и почти всех выгодно продать. Но, например, Коноплянку Коломойский никуда не отпускал до завершения контракта, а после тот ушел свободным агентом. Хотя от продажи Евгения можно было получить дивиденды, чтобы содержать клуб целый сезон. Почти все остальные звезды, вроде Федецкого, Зазули, Дугласа и прочих, также ушли бесплатно, нечем было платить зарплату. Как итог, сейчас за дне проиграют дублеры и молодежь. А Украина потеряла сильный клуб, просто потому что Коломойский забил. Третий. Хамес Родридес. Давно такого не случалось, что один из самых дорогих футболистов планеты, кого трансфер-маркт оценивает в 80 миллионов евро, весь год попросту не может пробиться в состав. Игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата мира в Бразилии и главной трансферной целью почти всех топ-клубов. А сейчас проигрывает конкуренцию не только Бэйлу и Иску, но и Хавачичу, Асенсио и Васкесу. Зидан несколько раз пытался вписать Хамеса в игру, но безуспешно. Тренер очень ценит концентрацию и интенсивность, а колумбиец попросту не готов работать весь матч стиснув зубы. И считает, что за счет сверхталанта и убойного удара его обязаны ставить в состав. Поэтому, в отличие от Иска и Бэйла, которых тоже недавно сильно критиковали, не пашет на тренировках, а плачется и жалуется на недостаток игрового времени в каждом интервью. Зидан таких не любит, а нынешний Реал таких попросту выплевывает. Наверное, в другом клубе инфантильный Хамес станет игроком основы, но до уровня нынешнего Реала он не дотягивает. Вторая испанская Валенсия. Эти 12 месяцев были одними из худших в истории команды. Год назад клуб играл в Лиге Чемпионов, и мы называли валенсийцев, возможно, четвертой силой испанского футбола наравне с Реалом, Барсой и Атлетико. Но руководители летучих мышей сами себя закопали под землю. У клуба был самый крутой молодой состав в мире, но несколько трансферных ошибок, низкое место в чемпионате, потери премиальных от Еврокубков и Валенсия уже по уши в долгах. Так что пришлось продать Мустафи, Андре Гомеша, Паку Алькасара, Фигули и Атаменди. На очереди Жао Канцелу и Хосе Гайе. В итоге сейчас команда идет почти в зоне вылета, а прошлый сезон, еще имея очень крутой состав, закончила на 12-м месте. И тут еще один провал. Зачем менеджеры Валенсии пригласили тренировать это талантливое поколение Гарри Невилла, который вообще-то тренером и никогда не был, а лишь являлся экспертом на телевидении? Да и вообще, он англичанин. Назовите мне сходу английского коуча, который был успешен в Испании. Вот-вот. А тут эксперт без опыта. Разумеется, полнейший провал. Короче, кажется, мы еще долго не увидим летучих мышей в элите испанского футбола. И первые в этот раз провалившиеся на Евро сборные России, Украины, Англии и Испании. Вообще, от первых двух особо ничего и не ждали. Сыграйте в свою силу и займите хотя бы третье место. Можно было выйти из группы. Но нет же, полнейший провал. Две худшие команды турнира. Россия была какой-то бесхарактерной, а в Украине и вовсе был полнейший сумбур. Каждый пытался брать игру на себя. Тренер делал непонятные замены. Лидеры, особенно Ермоленко, были в ужаснейшей форме. В итоге проиграли даже Северной Ирландии. От Англии же ждали очень многого. Они были, возможно, лучшей командой отбора. 10 игр, 10 побед. Но очень корявая игра на первенстве и вылет от исландцев. А в Испании Дельбоски так и не сумел провести смену поколений. Набрал непонятный состав и бесславно ушел в отставку. Конец эпохи непобедимой красной фурии. Пишите, какой из перечисленных главный провал года, по вашему мнению. И, может, что-то в список не вошло. Обязательно подписывайтесь на наш канал, группы в соцсетях, там интересно. А еще на инстаграм канала и мой личный. Ссылка на все внизу. Прошлые итоговые выпуски ТОП-10 о главных безумствах года и самых крутых футбольных событиях 2016-го смотрите здесь и здесь. Всех с прошедшими праздниками. Мы вас любим. Александр Журавлев, Оспорти ТВ. Пока.